С добрым зимним утром! Меня зовут Илья Шилкин. А меня Анар Рзаева. Вы смотрите утреннюю позитивную программу Кайрлы Тан. Сегодня четверг, 12 февраля. И в ближайшие полчаса мы познакомимся с разными танцевальными стилями. Прокатимся в метро вместе с белым медведем. Увидим неоклассическую балетную постановку. Полюбуемся пейзажем, окружающим горное озеро. А также выпьем по чашечке кофе с нашим гостем, известным казахстанским певцом Айкином. Оставайтесь с нами. Кайрлы Тан, друзья. Илья, в детские годы, помимо школы, посещал ли ты какие-нибудь кружки или секции? Да, я очень любил спорт, ну и сейчас продолжаю его любить. Но особая любовь у меня была к баскетболу. Когда я учился в школе, я посещал, занимался баскетболом и даже играл за сборную школы. Ну по тебе видно, что ты такой спортивный парень. Я вот, кстати, помню, что мои одноклассники и одноклассницы тоже всегда были в чем-то задействованы. А ты посещала какие-нибудь кружки? Я, естественно, не стала исключением. Я помню, что я ходила на занятия художественной гимнастикой, но мне не понравилось. А потом я влюбилась в танцы. И какое направление танцев тебе понравилось больше всего? Ну, знаешь, вспоминается эпизод, когда мы вместе с группой исполняли на сцене Дворца Республики казахский народный танец. Так ты выступала на большой сцене? Это было всего несколько раз, и это был обязательный номер. А вот на самом деле мне хотелось освоить в совершенстве технику исполнения современных танцев. И у тебя получилось? Вполне. Тогда тебе, Анар, и вам, дорогие телезрители, будет интересно познакомиться с героями нашего следующего сюжета. Танцевать, и потом можно выступать и показать себе. Ученики танцевальной студии «Фокус» в захлёб рассказывают родителям и друзьям о своих достижениях и успехах. Но лучше, как говорится, один раз увидеть, чем сто раз услышать. И для этого участники коллектива ежегодно организовывают отчётные концерты. Каждый год мы проводим два отчётных концерта, зимний и летний, для того, чтобы показать, к чему мы стремимся, на чем мы работаем, каждый полгода. И сегодня у нас проходит зимний отчётный концерт. Сегодня мы пригласили разных гостей, также пришли родители, учеников. Наша школа становилась больше с каждым годом. Мы сейчас, у нас существуют различные направления танцевальные, и также мы сотрудничаем со школами, с вузами, стараемся выступать на разных мероприятиях. Одним из главных факторов успеха в любом деле, как известно, является желание. Но у педагогов танцевальной студии высокие требования и к себе, ведь от них зависит, захочет ученик заниматься дальше или нет. Самое главное – это интерес в наших танцах, потому что если интереса нет, люди не хотят заниматься. Надо как-то привлекать всё равно, именно преподавателям. Когда преподаешь интересно, тогда людям самим интересно. Дети стремятся к танцам и хотят больше и больше танцевать. Недаром люди говорят, что танец – это вид бессловесной риторики. Эмоции, переживания, настроения – удивительно. Но несколько пас способны передать всю гамму человеческих чувств не менее красочно, чем слова. А теперь о людях, которые появились на свет 12 февраля в разные годы и даже века и оставили свой след в истории. В 1941 году родилась Сара Назарбаева, супруга президента республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Общественный деятель, почётный работник культуры и образования. Сара Алпысовна является автором проекта «Самопознание», главная цель которого – возродить общечеловеческие ценности, научить детей жить в гармонии с самим собой и с окружающим миром. За свой вклад в укрепление здравоохранения, улучшение системы образования и благотворительность награждена многочисленными орденами и медалями, в том числе золотым кольцом почёта Международного фонда SOS Kinderdorf International. В 1809 году родился Чарльз Дарвин, английский натуралист и путешественник. Он одним из первых обосновал идею о том, что все виды живых организмов эволюционируют во времени от общих предков. В 1828 году родился Джордж Мередит, английский писатель викторианской эпохи. Из его многочисленных романов наиболее известен эгоист. К концу жизни Мередит стал признанным мэтром английской литературы. И возвращаясь к теме танца, я в 1881 году родилась Анна Павлова, известная артистка балета, одна из величайших балерин 20 века. О том, чтобы стать танцовщицей, она мечтала с 8 лет. Однако первая попытка поступления в школу закончилась провалом. И вторая чуть было тоже не сорвалась. Её судьбу решил председатель приёмной комиссии, знаменитый балетмейстер Мариус Петипа. Посмотрев танцевальный номер Павловой, мэтр вынес вердикт. Пушинка на ветру, она будет летать на сцене. Так и получилось, она танцевала в ведущей партии, в самых знаменитых классических постановках. Анар, и говоря об Анне Павловой, я знаю ещё один интересный факт. В честь её имени назван десерт в Австралии и Новой Зеландии, также группа морских водорослей и ещё один из самолётов в национальной компании Нидерландов. Ну это удивительно, то есть эта женщина вдохновляла людей абсолютно из разных сфер деятельности. Да, ну ещё я являюсь поклонником одной очень знаменитой танцовщицы. Кто же это? Это Айсидора Дункан. Ну мне сразу вспомнились следующие строки, Илья. «Не гляди на её запястье, из плечей её льющийся шёлк. Я искал в этой женщине счастье, а нечаянно гибель нашёл». Да, речь идёт о возлюбленной Есенина. Сергея Есенина, Айсидоре Дункан. Кстати, Илья, ты знаешь, почему Айсидора танцевала босиком? Ну, насколько я знаю, она была новатором в танцевальном мире и хотела вывести свой танцевальный стиль. И вполне можно утверждать, что танец «Нео Классик» в Восточную Европу привезла именно она. «Нео Классический балет», то есть свободный танец, использует ту же терминологию и технику, что и классический танец. Однако этот стиль в основном более стремительный и быстрый. У танцора фактически не остаётся времени на то, чтобы продумать свой поворот или прыжок. Поэтому все движения должны быть заранее отточены. Сложность этого танца в том, что нужно будет совместить очень трудную работу танцора, потому что он исполняет именно классический танец, так как основа всё-таки в нём. Но при этом на лице сохранять спокойствие, безмятежность и женственность. Неоклассический стиль прежде всего связан с именем Джорджа Баланчина, который на основе классической техники создал абсолютно новое направление в балетном искусстве. Он сделал ставку на мастерство танцора. При этом сюжет балетного произведения отошёл на второй план. Фееричное зрелище стало необычайно популярным в 20 веке. Сегодня традиции, заложенные Джорджем Баланчином, продолжают Шарль Жюд, директор балетной труппы «Национальные оперы Бордо». Возможно, поклонники помнят, как он привёз в Астана опера легендарный балет «Ромео и Джулетта» в новой неоклассической постановке. На сцене нужно быть победителем, казаться сильнее всех. Это касается не только физических возможностей, но в первую очередь мышления, менталитета. Каждая секунда жизни танцовщика – постоянное соревнование. И этот багаж знаний и опыта нужно нести на протяжении всей карьеры. Безусловно, неоклассический балет сначала получил широкое распространение в Соединённых Штатах Америки, где можно было отойти от традиционных правил и создать совершенно уникальный танец. Постепенно тренд перешёл в Европу, а следом за ней покорил и весь мир. Не пропустите программу «Танцующий мир» сегодня в 21.20 на телеканале Белем Жанема Диние. Привет! Я бы очень хотела посмотреть традиционный китайский танец. Увы, пока у меня это не получалось. Ну, твоё желание вполне обоснованно. Я думаю, всё получится, потому что это цивилизация с очень богатым культурным наследием. Я согласна с тобой. Кстати, одна из последних новостей также связана с Поднебесной. Недавно здесь ввели полный запрет на анонимность в интернете. Новые правила вступают в действие с 1 марта. Интернет-операторы отныне будут обязаны проверять, соответствует информация о пользователях реальным данным или нет. Инициатива правительства в первую очередь затрагивает социальные сети, блоги и комментарии на сайтах. Назирающие органы также будут принудительно удалять учётные записи пользователей, занимающихся распространением слухов, оскорблений и клеветы. Илья, вспомним о том, что в декабре прошлого года в Китае уже запретили работу электронной почты Gmail. Да, Нар, не настолько уж и безгранична пространство интернета. Ну а мы переходим к дайджесту зарубежных новостей. Посетители лондонской подземки встретились на одной из станций с необычным пассажиром. Прокатиться на метро вместе с ними решил белый медведь. Но если сначала очевидцы напряжённо замерли, то через пару минут осознали – зверь вполне безобидный. Двухметровый хищник оказался всего лишь реалистичной марионеткой, управляемой изнутри двумя кукловодами. В рамках рекламной кампании нового телесериала под названием «Стойкость» животное прогулялось по всему Лондону, распугав спортсменов в парке «Хампсет-Хит» и порычав на прохожих на мосту «Миллениум». Сначала это немного шокирует. Белый медведь, шагающий по центру Лондона. А по-моему, это довольно дружелюбный зверь. Он достаточно милый. Я сначала просто дар речи потеряла, а потом спросила, что здесь делает белый медведь. До сих пор не пойму, как он выглядит так реалистично. Создатели куклы работали над ней 8 недель и использовали более 60 видов различных материалов – от латекса до меха. А двое сидящих внутри людей тщательно изучали повадки медведей. И кажется, не зря. В реалистичность их зверя поверило немало жителей Лондона. Мане, Матис, Фрэнсис, Бекон. Аукционный дом «Сотбис» обещает, что на предстоящих торгах полотен этих художников будет интересно. Общая стоимость выставленных на продажу картин – 142 миллиона фунтов или 215 миллионов долларов. По мнению экспертов, это будут самые прибыльные торги за всю историю дома в разделе «Импрессионизм» и «Современное искусство». Один из главных лотов на этих торгах – венецианский пейзаж Клода Мане 1908 года. На картине изображен собор Санта-Мария де ла Салюта. Он писал ее, когда жил в палаце по ту сторону Большого канала. Это превосходная работа и один из самых знаменитых видов Венеции – кисти Мане. Стоимость картины оценивают в 20-30 миллионов фунтов. Среди выставленных на торги работ – пять признанных шедевров Мане. В том числе картина «Тополя в Жаверни» из Музея современного искусства в Нью-Йорке. Еще один лот, который, несомненно, вызовет большой ажиотаж – работа Анри Матисса «Адалиска в черном кресле». Портрет внучки последнего турецкого султана, созданный в 1942 году. А эту работу британского художника Фрэнсиса Беккона, два этюда к автопортрету 1977 года, 20 лет назад продали за 350 тысяч фунтов. Теперь ее цена возросла в 40 раз. Анна, а что тебе больше всего нравится в танцах? Наверное, то, что это искусство, способное передавать без слов характер, настроение. Знаешь, что у каждого танцеля есть своя изюминка, своя особенность. Да, присоединяюсь ко всему сказанному, и хочу добавить, что танец безграничен в своем проявлении. Ни время, ни географические границы не способны удержать его на месте. Мне пришла в голову удивительная ассоциация танец и путешественник. В смысле? В том плане, что нашего эксперта-путешественника Виталия Чернова тоже не удержать в четырех стенах. Виталий, доброе утро. Доброе утро. Как настроение? Рабочее. С чего началось ваше утро? С чашечки кофе или... Или с чашечки чая, конечно, зеленого причем. Я всегда начинаю свое утро с чашечки зеленого чая. А может из двух? А зеленый чай с лимоном или можно и так? Я люблю с оришками. О, вот это что-то новенькое. Это что-то, да, неожиданное. Виталий, про чай вы потом поговорите. Расскажите, куда мы сегодня отправимся. В горы. Мы сегодня отправимся в горы. Причем все, кто ходит в горы, почему-то привлекательным является горное озеро всегда, да? И вот к одному из горных озер мы отправимся. Давайте смотреть? Давайте. Давайте посмотрим. В 60 километрах на восток от Алматы в Зайлийском Алатау расположено Исыкское ущелье. Известность этому живописному природному уголку на северном Тяньшане принесло высокогорное озеро Исык. Примерно 8 тысяч лет тому назад грандиозный горный обвал запрудил бурную реку. Так здесь, в ущелье, на высоте 1780 метров, над уровнем моря, образовалось озеро Исык. Изначально его длина была 1850 метров, ширина полкилометра, глубина достигала 80 метров. В первозданном виде озеро сохранилось лишь на этих кадрах из художественного фильма «Наш милый доктор». В 20 веке Исыкское ущелье было очень популярным местом отдыха среди алматинцев, а также жителей близлежащих сел и городов. Но в жаркий день 7 июля 1963 года на Исыкское ущелье обрушился разрушительный сель и прорвал природную плотину. Вот такой парадокс. Одна природная катастрофа создала озеро Исык, другая, через тысячелетия, его разрушила. Изучив мировой опыт предотвращения природных катастроф, казахстанские ученые и строители начали восстанавливать природную плотину в Исыкском ущелье. Теперь плотина защищена противоселевыми инженерными сооружениями. За 40 лет инженерных работ чаша озера была заполнена более чем наполовину от первоначального объема. Больше поднимать уровень воды пока не позволяет природные условия Исыкского ущелья. Возможно, ученые найдут компромисс, и озеро Исык когда-нибудь вновь наполнится до краев. Удивительно красиво своими синими и зелеными тонами даже это маленькое Исыкское озеро. Сосны, березы и ели на фоне крутых гор создают своеобразный и неповторимый горнолесной ландшафт. Это озеро сказка. Только наш прозаический век не населил это тихое, красивое озеро таинственными существами. Вот где должен был стоять дворец царевны, к которой на ковре самолете прилетал Иван Царевич. Вот горы, которые должен стеречь дракон, так описывал путешественник Петр Краснов свою прогулку по озере Исык сто лет назад. Озеро Исык своим сказочным обликом притягивает и сегодня. Окруженное горами, оно по-прежнему таинственно и по-своему уютно. Виталий, какое красивое описание, что там действительно есть место для замка принцессы? Я думаю, не одно место. Вот когда в горах тучи появляются, да, облака там где-то на елках, и такое впечатление, что там дворцы где-то спрятаны, и где-то Змей Горыныч действительно летает. В облаках это все кажется. Выходите в горы и посмотрите в облачную погоду на вершины. Не страшно вам? Ой, вы знаете, романтично. Ну а скажите, Виталий, вы окунулись? Вода сильно холодная? Я хочу вам признаться, что я никогда в горных озерах не купаюсь. Почему? Да, потому что это очень опасно. В том, там же они моренного образования, поэтому ступив, ты не знаешь, что будет там. А вода очень холодная, и даже совершенно здоровый человек может пострадать, ну допустим, у него будет судорога ног или что, и можно утонуть. Поэтому я не рекомендую. Но в горных реках я купался часто, можно так сказать, сто раз. И я советую, вот горная река, где чистая вода, окунитесь, чтобы видно только было, где камешки окунулись. Это так здорово, это так бодрит. Но еще одно есть осторожность, нужно внимание. И где попало, не нужно заходить в воду. И бояться бурных потоков. Потому что даже, вот я был свидетелем, приехала одна семья, и решили почему-то быстро броситься в воду. Мама зашла, ее поток захватил, и она между камней застряла, ее вытащили, но она себя повредила ногу. И вот представляете, что всей семье пришлось соорудить какие-то искусственные такие носилки, и ее до дороги почти километр нести, чтобы оказать помощь. Поэтому будьте очень внимательны и осторожны. Искупаться можно, если вот хочется вам тогда, возьмите ведро воды и окатите себя, это будет во! Ну, конечно, вот технику безопасности в путешествиях, особенно в горы, нужно обязательно соблюдать. Спасибо, что еще раз об этом упомянули. А куда мы отправимся на следующей неделе? А вот вы знаете, вы чувствуете уже дыхание весны? Да. Вот. Поговорим о приметах весны. Будем ждать следующей встречи. Спасибо вам большое, Виталий. Еще раз с добрым утром. Ну, а мы с вами, друзья, продолжаем эфир. Карл и Тан, друзья, спасибо, что остаетесь с нами. У нас в студии гость – это талантливый казахстанский певец Айкын. Доброе утро, Айкын. Прошлый год выдался для тебя очень насыщенным. Гастроли, съемки трех новых клипов. А какие планы у тебя на этот год? В этом году тоже планирую повторить. Уже с начала года, ну не с начала года, можно сказать, скоро. Вот с февраля, буквально с 13 февраля начинается гастрольный тур, который будет продолжаться до конца года. 13-го Ахтубе, 14-го Ахтау, 15-го Жанна Узен, потом в марте, 8-го марта будет в Экибастузе. Это все сольные концерты будет плыть, так что приходите. То есть уже завтра начинается гастроли. Да, ну в плане концертной деятельности. Класс. А как бы по песням, песни записываются, еще с прошлого года есть песни, которые записались, еще не готовы, делаются. Клипы не знаю, но где-то два клипа минимум надо выпустить. Ну вот, кстати, про клипы я прочитала такую интересную вещь в одном из твоих интервью, что ты, в принципе, на данной этапе карьеры пока, ну, тебе не нравится ни один твой клип или твоя песня. То есть есть к чему стремиться. Ты перфекционист такой, да, Икат? Каждый человек творческий всегда недоволен чем-то. По песням тоже всегда песню запишешь, слушаешь, думаешь, блин, вот здесь надо было, вот здесь вот так сделать. Бывают моменты, когда я песни не записываю всегда, ну, то есть до конца, в финальной версии не забираю, просто слушаю скелет, потом в то время, как этот скелет можно менять, короче, там можно голоса поменять, где-то оранжевку добавить, где-то фоно добавить. То есть процесс записи песни идет буквально месяц-два иногда. Ничего себе, где-то одну песню, да, ты так записываешь? Ну, параллельно записывается. Щепетильно, да, ко всему относишься? В основном параллельно записывается. Одна песня, вторая песня, как бы параллельно все идет, если одна песня уже, как бы, тебе нравится, она, ты ее, как бы, финальную, сводишь, финальную версию и уже вытаскиваешь, как бы. Это здорово, что у тебя такие требования, да? Да. Как бы изначально, когда песню берешь, она тебя цепляет чем-то, а потом, как бы, во время записи ты что-то пытаешься поменять, там, добавляешь темп, добавляешь инструменты, потом в итоге каша такая получается, слушаешь, думаешь, наверное, переборщила. Потом откладываешь это все, через год опять слушаешь, там уже виднее, виднее, что надо поменять, что надо сделать, как бы. Знаешь, мне так нравится, что Айкен говорит, как есть, а то, знаешь, иногда бывает, раз придумываюсь, все классно, там сразу придумывается песня, тематика, клип, все хорошо, гладко, а ты прям говоришь. Нет, ну есть такие песни, которые просто сразу выходят, Арджока вышла, голос записал, свел просто, вытащил в интернет, она берет и стреляет вообще неожиданно. Бывают песни, которые я записал просто, чтобы выступать на мероприятиях, там, на тоях, потому что на тоях там надо чуть-чуть такая специфика, надо более такой, восточная песня, быстрая она должна быть. Айкен, а вот хотелось бы спросить у тебя по поводу плюсов. Сейчас я чай выпью. Да, я тоже выпью чай. Ну давайте я с вами. Выпью чай. Карл и тан, друзья. Карл и тан. Хотелось бы спросить по поводу плюсов и минусов в профессии. Ну, больше плюсов, наверное. В первую очередь, это, если ты востребованный хороший артист, то это, конечно, заработок у тебя хороший. Есть минусы, как бы, минусы в том, что ты не можешь там выйти там на улицу. Без очков и кепки. На барахолку куда-нибудь, там, подешевле что-нибудь найти и купить. Всегда надо идти там в какие-то хорошие магазины, потому что если увидят, ну то есть, статус надо поддерживать, там, ты должен ездить на дорогом автомобиле. Если ты будешь ехать на какой-нибудь старой дряхлой машине, как бы, это же, в пробке увезь, скажешь, ой, это Айхан, ну а что он? Сразу, ну то есть, статус надо поддерживать. Есть такие моменты. Ну, Айхан, раз уж мы заговорили обо всем этом, о твоем творчестве, можно попросить тебя сделать небольшой музыкальный подарок нашим зрителям? Блин, я чуть болею, с утра не пою, но попробую. Исключение. Такое, да, самое легкое такое песню. Давай, скажи, какую будешь петь. Называется она «Омытыңызылмесыны», это одна из последних моих треков. Это саундтрек к сериалу одному. Осылай күн өтеде, әр күнім бір әртеге. Жауын мен араласы көң өлімді түн өртеде, жанымды мүн өртеде, өзгілер күл өртеге. Эттен арулар осы жигет жайын білер меди. Унатсан сүйдім дейді, жылатсан күйдім дейді. Махабат қиындықсыз ешкімді де сүйдірмейді. Басында күнім дейді, соңында тілім дейді. Бұл махабат қиын қашығы екеніңді білдірмейді. Отырмын өзіңден сап жанарыңды елеске салып. Жаныма жабыр қауылы, жанымау келмесің анық. Жанымды бір жылатып, мұздатып, бір сұлатып. Аласың өткөудемді жан тәнімді маң сұғырып. Махабат күйі деген, шектелмес сүйі менен, бағала деген, ола байдың сөзін түйі деген, бай қазам осындайда, бағытың таусылмайды. Жынға жық бөрін-бөріп, бағалама қосылмайда. Сезімі мақтарылды, жан сырынды, оғыншы сен ән жүрімді. Қашығым, жанымды көлді десін, шөлді десін, тәтті ғой мен, тербетесін сен. Жанымды көлді десін, бағаламдар. Бағаламдар! Даже не искай, что ты приболел или с утра не пошел. Самая легкая песня, речетатив просто не надо. А на этой позитивной ноте сделаем небольшой паузу и вернемся к нашей беседе. А сейчас, дорогие друзья, давайте узнаем, чем порадует нас телеканал Белим Жаним Адиньет в грядущие выходные. Мы вернемся совсем скоро, оставайтесь с нами. Открыто. А у меня ведро в колодец упало. Ну и что теперь? В субботний вечер телеканал Белим Жаним Адиньет представляет картину казахстанского режиссера Амира Каракулова «Голубиный звонарь». Как хорошо, правда? Я люблю тебя. Кинолента повествует о двух влюбленных, которые живут в заброшенной деревне. Рядом с их полуразрушенным домом обитают только голуби. Они счастливы, но однажды в их жизни случится трагедия. Прошу тебя, милая моя, останься. Не уходи. Куда же ты? Подожди. Видишь? Я пришел к тебе. Впервые лента вышла в прокат в 1993 году. Годом позже картина была удостоена гран-при на международном кинофестивале в Таормене, Италия. Приз Амир Каракулов получил из рук председателя жюри Квентина Тарантино. Для любителей истории в воскресенье документальный фильм в студии BBC «Византия. Рассказ о трех городах». Этот удивительный мегаполис был столицей трех величайших империй. Авторы фильма представили всю историю Византии, начиная с момента образования, заканчивая захватом Константинополя турками-османами. В завершении воскресного вечера картина казахского режиссера Шакена Айманова «Конец Атамана». На складе кроме мешков с цементом ничего нет. Ну и что? Как это что? А где опиум? Эта картина стала последней работой в жизни великого актера и режиссера Шакена Айманова. Она рассказывает об операции, которую разработала Жаркенская ЧК. Ее выполнение было возложено на легендарного чекиста-разведчика Косыма Чадьярова. Вы не посмеете? Посмею. Полковник, скажи Атаману, ты меня знаешь с детства. Со мной шутить нельзя. В основе фильма подлинные исторические события, происходившие на территории нашей страны в 1920 году. Толчком для написания сценария к фильму послужила статья о подробностях убийства Атамана Дутова во всесоюзной газете «Правда». Фильм имел большой успех по всему Союзу, став лидером проката. Только в 1972 году его посмотрело 30 миллионов зрителей. Друзья, программа «Кайрл и танк» продолжает эфир. А у нас в гостях талантливый казахстанский певец Айкын. Толит Перген. Айкын Телит Перген. Ну ты у нас единственный такой. А как складываются твои отношения с сыном Ансаром? Я знаю, что в младенчестве ты напевал ему песни. Сейчас до сих пор продолжаешь? Как бы хорошее отношение. Он ко мне всегда с садика приходит. А Кеша подбегает, целует меня. Есть конфета? Конфета на. Ну ты себя переосмыслил с тех пор, как стал папой? Ну как бы сейчас, наверное, говорят, что ты ощущаешь себя на самом деле родителем таким ответственным. Только когда ты становишься денежкой, говорят так. Потому что когда ты становишься папой, сейчас, допустим, молодые еще нам не до этого. Мы как бы приходим, время уделяем, играемся, играемся, играемся. Дальше надо что-то делать, двигаться, работать там, чтобы... Я хочу спросить у тебя, Айкен, на твой взгляд, насколько важно прививать с детских лет любовь к музыке? И в основном дети, они как бы более предрасположены к таким специальностям, которые видят больше дома. Допустим, если родители певцы, если дома всегда играет музыка, на гитаре поют, то есть он все видит, он как бы с детства прививается это все ему. Это тоже влияет на его будущее. У меня так в семье было, у меня всегда родители звали гостей, сидели там по сиделке всякий раз, потом начинали петь песни. Так ко мне это пришло, как бы я тоже с пяти лет взял домбру в руки сам, так как-то играл, босс трогай пел, потом ки всякие придумывал, как-то ногу сломал, как-то месяц дома лежал, месяц делать нечего было. Потому что сидишь на диване месяц, а там к домбру алишь, думаешь. И чтобы время провести, берешь домбру и начинаешь, как бы сам научился играть. Айкхэм, ну у нас очень приятная беседа, складывается с тобой очень интересно. Ну и хотелось бы, чтобы ты сейчас пообщался с нашими зрителями и несколько слов или как получится, в общем пожелания нашим зрителям. Если наше настроение будет на позитиве, чаще будем улыбаться, здороваться друг с другом, то есть дарить друг другу хорошие эмоции, то как бы это все возвращается. И вся наша жизнь вообще на самом деле от нас зависит. Если мы будем ко всему относиться хорошо, с улыбкой, с позитивной стороны, то есть быть оптимистами, то все у нас получится в этой жизни. Так что желаю вам, чтобы у вас все получилось. Все, что вы пожелаете, все, что вы захотите, все, что вы планируете на сегодня, вообще на этот год и вообще в этой жизни. И вообще на все, что в этой жизни. Спасибо большое, Кирилл, что нашел время, пришел к нам в гости. Зарядил просто эту студию таким неимоверным позитивом и энергией. Очень, очень приятно было тебя видеть. Друзья, напоминаем, что гостем Кайрлы Тан был знаменитый, талантливый казахстанский певец Айкын. Встретимся завтра в это же время в эфире телеканала Балем Жанем Адзиниет. С вами были Анна Рзаева и Илья Шилкин. Отличного настроения и продуктивного дня сегодня. До свидания.